Елена Горячихина, полностью с вами согласна, купила ранетку, она практически несъедобна, очень горчит, буду вас заказывать. Гражданка Горячихина, я к вам всем обращаюсь, несъедобно ранетки не бывает. Почему? Ранетка подразумевается не как дерево самостоятельное, семечко, она обязательно уйдет в дикдичку. Ранетка это помесь сибирки и культурных яблок. Старались, издевались, как могли, они фактически разновидовая, превратить нечто среднее. Ранетка, полукультурка, полукультурку начинаешь укоренять, то есть выращивать семечко, это мой опыт, получается ранетка, ранетку начинаешь, получаешь и дичок, и я вам показывал, 157 вебинаров не зря прошли, я вам показывал, еще можно было повторить, но неудобно уже, как тот сад, когда рядом с городом Новая Енисейка, сад выросили промышленный, с оркестром, с детьми, с агрономами, с учителями, с детьми, заложили целый сад, а какой большой сад, он и сейчас живой. Те, которые в ямки посадили, я рассказывал, сгнили, стоят мертвы, их даже на ровании никто не трогает почему-то. Оно большее, чем живое. И вот это полукультурки, заметьте, садили полукультурки. Надо вот эту хоть одну фотографию сюда воткнуть, но я хотел просто проскочить. И вот такие вот плоды, самые крупные, вот еще, вот видно меня, нет? Самые крупные. То есть, вот кто-то честно вам выросил ранетку, а к вам получил дичок. Ранетку надо привать. Все, этот самый, доклад закончен. А привать, я сначала на родственника, на Сибирьку, или просто на Дикую Яблую. Вот она бы тронетка, как у меня. Дальше. Это мангал. Это верхушки от отрезанных мной персиков. Я себе не оставлял. Это было недавно, в конце, ну считайте, что месяц назад. Да, месяц назад. Вам разослал. У меня в каталоге написано ноль. А сейчас я просто делюсь уже незнанием и впечатлением. Вот эти верхушки, это вторую сорт, я называю. Ясно, раз в мангале, значит, о них можно забыть. Но сейчас я жалею, потому что меня долбят, а я боюсь резать. И так деревьев, больше час персиков у меня погибало, только из-за этих десятков ран бесконечных. И тогда я перестал это делать. Демонстративно сам для себя выкинул, сфотографировал, чтобы показать, какой я честный принципиальный верхушки не беру. Но с этих верхушек, как сейчас смотрю я, ну, тем шли по 200 рублей веточка. Они того стоили, да? Ну, хотя бы по 50 рублей, по 100 я мог бы эти продать. И всё равно, думаю, нет, не стал я этого делать. Я такой принципиальный. Мне равных нет. И не знаю, я смотрю, и с людьми, мне бы кто-то такой предложил 37 лет назад, когда я сюда приехал. Вот это вот бы. Вот. Я был бы на седьмом небе, я побежал бы в этот самый банк, у меня не было ни гроша, когда я сюда приехал. Я бы, это самое, в банк бы пошёл, я бы занял деньги равноценную, миллион рублей нынешний денег. То есть я бы просил деньги, сумма равноценную сегодняшним деньгам, тысячу долларов, тысячу рублей. Ой, миллион рублей. И у меня бы вот 37 лет раньше бы началось всё это было. Вот так, это просто моё отношение к своей работе добросовестной. Вот. И всё начиналось с одного, вот такого я уже сколько раз говорю, вот с такой веточки. А теперь она шагает по стране. Вот. Жду государственную премию. Представляете, страну покрыть персиками. Вот. Чё смеётесь? Чё, уже пошутите, что ли? Субтитры подогнал «Симон»